Пришла я по вторую теплицу, вот и здесь продажа простых растений. Вот там, если в корзинке не хватает одного, то можно купить и в розницу. Вот это вот, эта корзина, она не будет продаваться в розницу, так как она полная. Белого цвета антуриума, у меня есть это как красный, кстати, очень хорошо цветет и прекращает целый год. Смотрите, какая картинка красивая с мухом. Это все мох. Не мох, а сейчас я вам покажу поближе. Поехали. Продолжение следует. Здесь кактусы тоже. Это можно купить в розницу. Долго заострять внимание, так как я приехала вам показать орхидеи. У меня перенагревается телефон. Надо дойти до магазина орхидеи, чтобы у меня не отключилось от перенагрева видео. Кактусики такие с лампочками. Лампочки это просто брелочки. Мох, да, это мох. Красивые яркие композиции. А здесь что такое? Это внутри. Это уже что-то аквариумная система. Вот этот шарик. Он и продается. Шарик мха. Так, ну здесь. Композиции с фаленопсисами. Подарочные, красивые композиции. Вот это лоток тилансии. Видите, какой у него цветок красивый. Сиреневая форма. Интересная форма и сиреневая расцветка. Что-то я заговариваюсь. Очень жарко здесь. Какая красивая водяная лилия же, по-моему. Магазин закрыт. Сейчас у нас идет сезон отпусков. Как вы видите, народу очень мало. Такой красавчик. Хоть и был он у меня дома. Очень легкий. В уходе. Очень легок за цветами. Интересный такой. И на рынке совсем нет народу. Сегодня, в принципе, пятница. И для посещения этого рынка благоприятный день. Который всегда очень много посетителей. Скорее всего, в такую жару все отдыхают на море. Или где-то в более прохладных местах. Они ходят по таким душным рынкам. Какой интересный. Вот он уже отсветает, по-моему. И пятнышки растекаются. Это подарочные наборы. Подарочные наборы за вся расцветка, которая находится на задних планах. Не буду проходить. Дальше. Меня интересует магазин. Магазин с орхидеями, который я постоянно посещаю. Видите, как красивая. Очень красивая композиция. Смотрите, не афинетия. Соцветание. Видите, как она интересна. Посажена. Кстати, находится очень высоко от воды. Это камень. В подоне постоянно вода. Сейчас на кактусах я отключусь. Там уже смотреть. Какого интересного. Показывать. Такого интересного. Нету. Смотрите, какой. Цветонос. Он очень огромен. Цветок будет белой раскраски. Сейчас отключусь на время, чтобы... Сейчас еще покажу вам. Вот такие интересные посадки. Кактусы в капсулах. Видите, как красиво уложен грунт. Нашадки, собачки. Даже есть. Овца. Черепашка с ракушек. Очень интересная. И в закрытых системах, смотрите. В воде посажены вот такие вот такое отверстие. Растения. Даже в юнке, по-моему. Интересно. Очень-очень интересно. Так. Так. Даже кактусы. Прям целые композиции с этого мха, мок крашеный, как я уже заметила, очень красиво, смотрите, вот такие пупсики с мхом на голове, сейчас я подхожу к магазину архитей, ну смотри какая красота с ней аффинатиной, такой огромный букет, конечно вот такие огромные букеты не будут дешевыми, какое обидное красивое цветение, цветение еще не полностью расцвело, вот такие флорки, какая красота, тиланси, тиланси, вот эта красота цветущая, вот такая вот красивая, огромная красотка, как я уже говорила, два есть и очень дорогие экземпляры, у которых вот таких три штопора, а не один. я не чувствую запах почему-то у этого вида, мой же дома, когда светет, он дает запах на весь балкон. вот в маленьких экземплярах, в маленьких экземплярах, даже в маленьких экземплярах, они недешевые котлейки, такие пестрые красотки. гендрогерум, я не скажу вам название, но он цветет очень долго, постепенно выкидывает цветоносы, он у меня был, почему-то быстро приелся, он у меня цел до 7 месяцев. вот такие котлетки, какие красотки, и куча-куча каких-то безобразий. вот откуда я приношу все, все свои, всех своих нелегалов. такие красотки, тоже не очень много разновидностей, и афинэйти. 28 долларов. вот тебе, пожалуйста. такие мини-котлейки. это она, я бы не сказала, что маленькая, но здесь вообще мини-мини, за ней, по-моему, энцикли отсветшие. такое прям небольшое обилие. это, по-моему, по пиопедиум хорвианам. у меня он есть, он еще отсвел по весне. вы смотрите, какая красота. в корейском старинном виде. одно и то же. почему я не люблю ходить в августе по цветочным рынкам. во-первых, очень жарко, во-вторых, нет выбора. эти мини-специозумы. не менее молодые. и даже оригатные. здесь куча однотипных котлей, которые я уже показала. корзинка, корзинки. я уже такие себе приобрела. за цвета это такой цимбидиум. тоже лоток с тилансиями яркими. очень длинные и высокие цветоносы. в этом виде они. здесь сзади сегапиталом. красавчик. ну и все. здесь была помойка. но она вся разочищена. целый ящик. корзинок. ненадзия. Здравствуйте. Вы сидите в доме? Вы сидите в доме? Ааа. Нет. Вы сидите в доме? Да, я не сидим. Угу. Угу. 40,000-лн. 40,000-лн. Угу. Угу. Вот это. Вот это. И... Стоять. Я думаю, что это много. Да, да. Много. Это, что там? Да, это много. Петлейки по 14 долларов я узнала. И вот такие вот большие кусты по 40 долларов. Видите, какой большой куст энцикли. И сзади акселярии. Ой, смотрите, отцветает и ланси. Очень необычная и красивая. Это тоже по 14 долларов. Но все в каких-то непонятных, нелегалах. Ну все, на этом я буду заканчивать свой обзор. Я бы сделала небольшим, так как выбора в этот сезон нету большого. Всем пока-пока. До новых встреч. До свидания.